Неформальная обстановка, полумрак, в зале активная молодежь на сцене Андрея Бондурка. В молодежном центре «Современник» в рамках проекта «Госстар Диалог» состоялась встреча с главой города. После приветствия на Андрея Бондурка посыпались вопросы. Юношам и девушкам было интересно узнать не только про работу, но и про личные интересы. Чем занимается на досуге, каким фильмам отдает предпочтение, и есть ли друзья, которые помогли пробраться по карьерной лестнице. Друзья, конечно же, есть. Без друзей нельзя. Нужен человек, с которым можно поделиться самым сокровенным, рассказать что-то. Так, чтобы сказать, что друзья мне в чем-то помогли достичь какого-то результата, по моей карьерной лестнице такого не было. Все сам, все друзья – это моя поддержка. Поддерживают главу города не только друзья, но и близкие – жена, сын и дочь, на которых Андрей Бондурка всегда находит время в своем плотном графике. На вопрос об удачливости и лотерейном выигрыше ответил – никогда не выигрывал, а удача считает, что есть любимая семья, работа, а еще… Что я живу в таком красивом, благоустроенном городе. Вот это удача. Каждый человек для себя удачу понимает по-разному. Думаю, что я просто человек, который делает свое дело. А дело, которое делает Андрей Бондурка, большое. Глава руководит развитием города, принимает решения в соответствии с законом, участвует в работе муниципальных органов. Он должен быть высококвалифицирован, понимать принципы управления, общественной ответственности и уметь находить конструктивные решения на благо горожан. Он должен быть, в первую очередь, общительным человеком. Он должен уметь донести свои мысли, потому что руководитель принимает решение, ставит задачу. И от того, как правильно будет поставлена задача, зависит, конечно же, результат. Экологическая обстановка, сбор и вывоз мусора, ремонт дорог, благоустройство молодежных пространств и города в целом. А еще новые проекты и стройки. Ведь если город строится, значит он живет. В 10-м икровении возле аптеки планируется строительство молодежного пространства, арт-резиденции. Этот объект будет построен при поддержке нашего губернатора Дмитрия Андреевича Артюхова. Подрядная организация уже у нас выбрана. Осуществляется проектирование данного объекта. И уже где-то в январе месяце, с февраля, подрядная организация приступит к сносу существующей аптеки вот этих знаний. Встреча главы с активной молодежью продлилась около часа. За это время Андрей Бондурко успел ответить на десятки вопросов, касающихся не только развития города, но и личной жизни. Ответы очень интересные. И особенно вопросы тоже довольно креативные. Правда, интересно было очень. Я даже хочу вторую встречу. Вопросов еще осталось очень много. Не озвучила все. Но я заметила, что ребята, которые также сидели в зале, тоже много вопросов задавали. Мне это очень нравится, что такая отдача была. Буквально каждый вопрос был очень интересный и воодушевляющий. Гос-арт, диалог – это прекрасный проект, который помогает, на самом деле, молодым людям познакомиться поближе. Не только и столько структур органов власти, но и столько с людьми, в первую очередь, которые власти посмотреть. Что это не просто какой-то костюм и галстук, что на самом деле за всей этой работой это кроется человек, у которого есть душа и сердце, которое заботится и о городе, и о наших гражданах. Эта встреча третья по счету и последняя в этом году. Госстардиалог – профориентационный федеральный проект. Он ориентирован на знакомство молодежи и студентов с государственной и муниципальной службой через встречи с руководителями. Для молодых людей это отличная возможность получить новые навыки и компетенции, которые помогут построить карьеру на госслужбе и не только. Елена Канина, Денис Гонцов, Новости Губкинского.